Приветствую вас, дорогие друзья! Мы учим наших малышей читать, писать, считать, но иногда совершенно забываем, что обязательно должно быть еще развитие речи. Ведь попав в школу, наш ребенок должен пересказывать разные произведения, сочинять свои, отвечать на вопросы, то есть его ожидает очень много заданий по развитию речи. И начинать это необходимо делать с самого раннего возраста. Вот такая вот серия книг развития речи. Это первая книжка, рассчитанная на два года. И есть книги, рассчитанные на три, на четыре, на пять и на шесть лет. Итак, развитие речи. Тише задание наш малыш будет выполнять, чтобы развить свою речь. Здесь вот малыша ждет новый друг, веселый мышонок, и с ним происходят самые разные приключения. Он знакомится со своими друзьями и помогает им и в разных самых разных делах и выполняет задания, иначе мышонок не сможет никому помочь. Здесь малыш расширяет свой словарный запас, знакомится с разными, с разными категориями предметами. Это и цвета, и форма, и транспорта. Он учится составлять предложения, словосочетания, пересказывать, отвечать на вопросы. И все это в форме интересной сказки, которая происходит с мышонком и его друзьями. А также с помощью разных заданий. Наш малыш становится полноправным участником вот этих вот всяких приключений. И поэтому развивать речь он будет весело и интересно. Значит, здесь у нас каждый день посвящен вот одному вот такому вот занятию. В каждом занятии по три задания. Выполнив их все, ваш ребенок узнает какую-то новую тему. Итак, давайте посмотрим. Вот есть у нас посуда, формы, мебель, размеры. Например, давайте посмотрим, как наш малыш познакомится с размерами. Мышонок размеры большой и маленький. Мышонок любит наблюдать, как его растения растут на огороде. Сначала все растения у мышонка были маленькими. Тучки прилетели. Дождик растения полил, и все постепенно выросло. Они стали большими. Покажи сначала маленькие тучки. Вот малыш показывает, какие тучки маленькие. А теперь покажи большие тучки. Вот. Где большая тучка, где маленькая. Потом должен малыш показать, где маленькое растение, где большое. И овощи показать, которые выросли. Маленькие сначала, потом большие. То есть они сначала были маленькие, большие. И вот так вот наш ребенок усвоит понятие большой-маленький и закрепит его с помощью вот таких вот интересных заданий и веселой сказки.